Ладно, господа, я предлагаю, если вы не возражаете, что первым начнёт у нас импульс, первый раунд по 5 вопросов каждому, 4 варианта ответа. У вас есть, так сказать, 20-30 секунд, ребят, я ваше время как-то сильно не ограничиваю, не душу, просто чтобы вы понимали, что надо за какое-то время ответ дать. Кирчис, ты готов к первому вопросу? Ну, конечно. Смотри, правильный ответ, даёт тебе 2 очка, всё как обычно, как и положено, даже в 2 раза больше, чем килл на турнире. Поэтому первый вопрос для тебя звучит именно так. В какой из этих команд по PUBG никогда не играл Recreant? Варианты ответа. Торнадо Energy Storm, Team Phantom, KrautKraut или XUSSR? Так, ну, Торнадо Energy точно играл. Блин, я не помню, KrautKraut, наверное, не играл. Team Phantom... XUSSR что-то помню, Team Phantom не особо помню, но пусть будет KrautKraut, короче. Твой ответ KrautKraut, да? Да. KrautKraut, это правильный ответ, Recreant? Да, не играл никогда. Меня звали раз в 8, наверное, но я так и не сыграл. KrautKraut, это абсолютно правильный ответ. Первые 2 очка достаются Кириллу. И сразу ответный вопрос для Recreant. Recreant, в какой из этих команд по Apex Legends никогда не играл? И Impulse, и вот варианты тебе. Dead Inside, FireBeavers, MajorPushers или Natus Vincere? Ну, Dead Inside, наверное. А что навело тебя на мысль такую, что это Dead Inside? Ну, MajorPushers, это после Na'Vi у него такой стак был, FireBeavers, я так понял, это вообще старое какое-то название, но сейчас они под этим тегом играют. Вот, остается Dead Inside только. Ну, и Na'Vi. А, ну Na'Vi понятно. Ну, ладно, Na'Vi действительно понятно, Dead Inside это правильный ответ. А я думал, я похож на Гуля какого-то. Я помню, как была эта статья на Cybersport, которая такая прям про Кирюху хваленая, где в конце было написано, что типа, пока Impulse играл в Na'Vi, Na'Vi не выиграли ни одного турнира. И Кирюха такой, типа, это что за новости такие вы пишете? Да, да. Я помню, что Кирюха даже репостнул, по-моему, эту новость как раз к себе. Да, правильный ответ, Кирилл. Следующий вопрос для тебя. Вопрос на знания, вопрос, так сказать, на ощущения. Надо, конечно, интуицию сейчас будет подрубить. Видео с каким названием нет на канале рекреента на Ютубе? Варианты ответа. Довел школьника до слез. Играй пока молодой. Я удалил все деревья с карты Warzone. Или шаманский ритуал работает в Warzone. Шаманский ритуал 100% есть. Похоже на Диму. Удалил все деревья тоже похоже. Вот довел школьника, не особо верю, Дима добрый. И играй пока молодой, ну, что-то тоже не особо верю, честно. Надо решить, да? Ну, по идее, да, только один правильный ответ есть. Дима, моргни волной, то есть слева направо, если довел школьник. Так, ну, наверное, играй пока молодой не было. Ты думаешь, школьника до слез он доводил все-таки? Ну, думаю, все-таки довел одного. Может быть, парочку. А что это был за школьник-то, расскажи нам, пожалуйста, реклент, которого ты так довел до слез. Короче, был момент, я убил чувака на поезде, и он прям конкретно заревел. Как будто. Может быть, эта собака его скулила. Там тяжело понять, на самом деле, по звуку иногда в Warzone. Да, вот, там автоматический микрофон включается в конце. Ну, короче, ощущение было, что кто-то заплакал. И у нас что-то ролик не собирал, и мотажор предложил, давай, говорит, что-нибудь более байтное в названии. Херанем. И, короче, поставил этого плачущего пацана из украинского шоу, у которого игры забрали. И вот тайтл такой сделал. И нормальный видос собрал, кстати. Да, а никто не это, там, ну... Знаешь, бывают такие ситуации, когда потом там какая-нибудь комсомольская правда может написать, там, типа, игрок украинской организации довел, довел другого игрока до слез, а этот игрок несовершеннолетний, надо срочно сопретить к Warzone, там, знаешь? Нет, такого у меня не было ни разу, благо. Это была недавно новость про то, что бабуля одного игрока попросила, ну, написала заявление в полицию, потому что ее, типа, внуку в каэсе админ, типа, не дает оружие нормальное или что-то такое. И она написала заявление, и какой-то там отдел по совершеннолетним, по несовершеннолетним теперь будет разбираться с этой ситуацией и с админами, видимо, каэс гоу, потому что ему не дают нормальное оружие, поэтому... Поэтому поаккуратнее, Дмитрий. Ответ, Кирилл, абсолютно верный. Риклен, для тебя вопрос. Вопрос звучит следующим образом. Какую песню исполняет Nine Impulse в трейлере своего канала на Твич ТВ? Значит, варианты ответа. Bad Guy от Билли Айлиш, All Star, это Smash Mouse песня из Шрека, которая была. Цвет настроения синий Филиппа Киркорова или Never Gonna Give You Up Рика Эстли. Блин, ну я все треки эти знаю. Очень даже хорошо. На трейлер канала на Твич я всегда мьючу сразу, то есть я не слышал. А это ошибка с каналом Кирюхи, кстати говоря. Опа. Ну, мне кажется, третий вариант. Мне кажется, цвет настроения синий он исполняет. Не знаю почему. Кирилл, подтвердили оправданно. Даже немножко обидно, даже немножко обидно. А какую? А, Bad Guy, может? Ну, уже понял. Ну, ты бы любую мог выбрать, только не эту, и мне было бы обидно. Я просто ни разу не слышал, что бы ты по-английски вообще говорил, пел я поэтому. Это Never Gonna Give You Up Рика Эстли. Блин, как я такой... Ну, блин. А в честь чего ты исполнял ее, Кирилл? Выбили тебя в караоке, да, тогда вроде бы ее? А я не помню, если честно. Но периодически мне хочется эдакое что-нибудь да высрать. И вот вышло так, что... Под удар попал Рика Эстли, да? Ну что ж, счет 4-2, Кирилл. Можно отрываться, правильно? Раз человек не знает, так сказать, таких инсайдиков. Кто из этих игроков, вопрос для тебя, Кирилл, не входил в первый состав Gambit Esports по Apex Legends? В первый состав Gambit Esports по Apex Legends не входил. Ну, это я знаю, конечно, что Sunset не входил. Вариант ответа. Артико? Сайн, Леогри или Sunset? Ты уверен, что это Sunset? Sunset, Sunset. Да, я уверен, 100%. А что был за первый состав Gambit? Ты помнишь о Sports? Ну, Арти, Леогри и Сайн. Гений, гений получается. Неплохо. А ты не спрашивал у Sunset, а почему он не входил в первый состав Gambit? Да я знаю, этот состав же при мне собирался. Это же я туда Сайна и предложил. Ну, кстати, а он там почему-то не удержался, Кирилл? Ну, интересно, почему. А, потому что Леогри же изначально... Так, подожди. Леогри не входил в итоге в первый? Подожди. Леогри не входил в первый. А я тут сижу с тобой, рассуждаю. Господи, да, Кирилл, Леогри, ты не входил в первый состав Gambit. А Sunset входил. А я сижу, а главное, я думаю, а он таким уверенным меня... Блин, Кирюха хотел реально меня переехать уверенностью. Говорит Sunset, я такой, ну Кирюха же не может такое не знать. А это был Леогри реально, Кирилл. Точно, Леня же не было тогда в 18, и поэтому они взяли Сайна. А я такой начинаю объяснять, почему Сайна не сдержался, и такой, так, стоп. Что-то не сходит. Да. А Сайна-то игрок же из Норвегии, да, вроде бы? Да, да, он сейчас Valorant играет, он в Apex очень жесткий был. В итоге перестал он быть. Блин, Кирилл, ну ты меня сейчас просто... Впервые в истории нашего шоу участник дает неправильный ответ, а я сижу с ним, обсуждаю, что он правильный дал. Вот, очки ему начислил уже. Сижу, обсуждаю с тобой, слушаю твою версию. Рикрен, ну тогда, получается, нужно догонять. Вопрос для тебя тоже про Apex, кстати говоря, будет. Кто из этих игроков в Apex Legends не был профессиональным игроком в Quake? Варианты ответа. Хрон, Фузи, Сайфер или Кулер? Ну, я думаю, пару вариантов ты сходу сможешь отбросить. Да, я всех знаю в Фузи, понятное дело. Ты знаешь, да, что Фузи не был игроком в Quake? Ну, в Overwatch же тоже. Я и Хрона просто знаю, и этих пожилых тоже. А Фузи тоже на саппортах играл в Overwatch? Не, он, по-моему, на Roadhog играл. Это местный паджик. Ага. Типа персонаж для того, чтобы руинить кому-то игры? Не, не то, чтобы персонаж для руины игры. Там прям вот тоже, ну, тоже большой чел, тоже с крюком, все то же самое, короче. Турбосвин. Турбосвин. Ответ абсолютно верный. Счет 4-4, Кирилл. Есть возможность все-таки отвечать правильно на вопросы по Апексу, но следующий вопрос тоже будет для тебя и тоже по Апексу. У какой из этих команд больше всего очков Apex Legends Global Series? Варианты ответа. Альянс. НАТУ с Винцера, Third Impact или Кулер и Спорт? Альянс. Ты уверен в этом? Да. А дальше, знаешь распределение, какое будет? Так, дальше распределение, наверное, Third Impact, Кулер, Na'Vi. Хотя я не помню, прошли ли на последний плей-офф Third Impact, наверное, Кулера сейчас на втором месте, а Third Impact на третьем. Но Na'Vi 100% на последнем из этих команд, 100%. А на первом Альянсе 100%? На Альянсе 100% на первом, а вот Na'Vi не на последнем 100%, потому что Альянс на первом, потом на втором, third Impact, действительно, на третьем Na'Vi, на четвертом Кулера. А у Кулера больше, чем у Кулеров. Да, Na'Vi вот такие жесткие ребята, ответ абсолютно верный. Риклен, тогда вопрос для тебя. Какая из этих организаций заработала больше всего призовых в дисциплине PUBG? Варианты ответа. Клауд Найн, Тим Соломит, НАТУ с Винцера или Африка Фрикс? Блин. Я не знаю, но Африка Фрикс это азиаты, по идее, а азиаты жестко там в PUBG играют, и у них туриков много. Но, блин, мне кажется, что все-таки Тим Соломит, надо подумать. У Клауд Найн, Na'Vi вряд ли. Тут либо TSM, либо Африка Фрикс. А, ну, TSM последний турик плохо сыграли вроде. Они поменяли состав и, по-моему, плохо сыграли последний турнир. Там, где 7 миллионов призовой был. Ну, пусть будет четвертый вариант. Вариант, ты выбираешь Африка Фрикс, да? Да, да, да. А вот ты знаешь, Африка Фрикс и даже Тим Соломит, и даже Клауд Найн, это ответы неверные. А Na'Vi являются самой успешной по призовым в истории PUBG командой. Na'Vi заработали 500 тысяч долларов, 502. Африка Фрикс на втором месте 377. Клауд Найн на третьем 359, и Тим Соломит на четвертом 347 тысяч. И вот Na'Vi получается по призовым супер успешной. Но они очень давно, и они, как это, я вот смотрю их историю призовых, там, вроде как бы смотришь, и не первые места они получают, там, да, на этих инвитейшналах. Но там 110 тысяч, там 60 тысяч, там 60-50 тысяч. Ну, и вот так вот как-то и наскребли, так сказать, по чуть-чуть. Нифига. Наверное, это без учета последнего турника, который вот PGS был. Ну, а на PGS еще очень много, да, сейчас разыгрывалось? Ну, там, я говорю, там 7 миллионов был призовой. Ну, там, наверное, типа 17 место заняли, а Африка вроде получше. Ну, это пофиг, я без понятия. А, ну-ка, давай сейчас посмотрим PGS, может быть. И, наверное, там еще состав поменяли в итоге. Это да, это я слышал, это новость. Так, Кирилл, вопрос для тебя следующий. Звучит он так. Какая из этих команд, о-о-о-о, это прям твоя специализация, заняла первое место на PUBG Global Invitational 2018 года в режиме... Так, я на самом деле знаю. ...под третьего лица. Либо Genji Black, либо Genji Gold, но я не помню, кто именно. Наверное... Ой, пусть будет Gold. Ты думаешь, вариант ответа. Genji Black, OMG, OMG, китайская команда, Genji Gold или Team Liquid. По-моему, кто-то из Genji. Хотя, может быть, OMG, я помню, они очень жесткие были. Я не помню, чтобы жесткими были Liquid, но, по-моему, вот тогда, когда-то я как раз таки смотрел папки, там, по-моему, Genji, потому что там еще можно было внутри игры ставочку сделать и получить итемы за это. И, по-моему, Genji все-таки какие-то. Genji ты выбираешь? Gold или Black? Пусть будет... Ладно, Black, наверное, такой суровый цвет, такой тяжелый, такой жесткий. Пусть будет Black. Кирилл, но с другой стороны, Gold же есть в названии у них. Они и выиграли. Genji Gold были на первом месте. Это подсказка была в вопросе, понимаешь, тебе. А ты такой просто... Блин. Gold это с английского вообще золото. Ты знал? Знал. Ну вот, понимаешь, и они поэтому и выиграли. То есть они приехали, посмотрели в названиях, у кого есть Gold, они такие, ну вы чемпионы все. Liquid были тогда на втором месте, OMG на четвертом, а Genji Black были на шестом. То есть у Genji было две команды в топ-6 на том турнире, между прочим. Да, но я не шарю, это Black, то Gold, и поэтому так. На этом Global было, ну, два турнира, типа от третьего лица и от первого лица отдельных, можно сказать. И там Genji Gold выиграли от третьего лица, а OMG, OMG как раз, по-моему, от первого лица тогда всех вынесли. Да, Team Liquid были тогда на втором, в первом лице. Подожди, а это те же самые команды играли в двух режимах или как? Да, 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 и Liquid и там, и там были на втором месте, они больше всех залутали в итоге. Нифига себе, да, слушай, но... Я помню, что в Genji Gold тогда получается несколько бывших Pro из Overwatchа корейских. Да, там Esco, Chilator, Loki и Sim SN был состав. Esco на Макри, помню. Бахал. Последний вопрос первого тура, счет 6-4, реклент может отыграться. Вопрос для тебя. У какой из этих организаций никогда не было состава по Apex Legends? Варианты ответа. Genji eSports, Evil Geniuses, G2 eSports или Team Secret? Нет. Такой тут микс из-за дотерских, лолерских, вообще в принципе киберспортивных организаций. Так, ну я думаю, G2 точно был, Team Secret тоже был. Тут либо Genji, либо Evil Geniuses. Блин. Я не знаю. А ты знаешь, что это, Кирилл? Да. Корейцы вообще играют в Apex. Я знаю, что японцы играют. Да, да, играют. И те, и те. Ну пусть тогда Evil Geniuses будет. То ответ Evil Geniuses, да? Да, ну может еще и Team Secret. Ну пусть будет Evil Geniuses. Блин, Кирилл вот, конечно, спрашивает, корейцы играют. Кирилл говорит, играют. Тогда Evil Geniuses. Правильный ответ получается. У Ягаря. Генжи, кстати, американский состав был у Генжи. Ну, Генжи, я так понимаю, ну и в принципе, как это, вообще по всему миру организация. У них там и в Корее был состав по Лолу, и в Америке был какой-то состав по, и не только по Apex, по-моему, а по другим тоже дисциплинам. Да, они, в общем, там покоряют весь мир. Господа, счет 6-6 по итогам первого тура. У нас абсолютно равное положение дел, с чем мы переходим в тур второй. Во втором туре можно набрать абсолютно неограниченное количество очков, на самом деле. В чем суть, рассказываю. Будет 6 категорий знаний. Поскольку Кирилл у нас начинал в первом туре, то во втором туре первым начнет рекрент. У вас будет полторы минуты. У меня есть 20 вопросов на каждую тему. И у вас есть, соответственно, полторы минуты, чтобы дать как можно больше правильных ответов, прям как в самом умном. Вот, соответственно, категории знаний, которые у вас есть, звучат следующим образом. Математика, мифология, история, секрет, картография и география. Вот такие темы у нас на сегодня подготовлены для вас. Рекрент, ты выбираешь первую категорию, каждый из вас ответит по 3 темы и заработает как можно больше очков. Можно пропускать вопросы, за это минус не идет, но у меня всего в каждой категории 20 вопросов, поэтому сильно много скипать не стоит. Просто по максимуму отвечать. Если не знаете, то лучше пропускать вопросы. Что думаешь, какие темы тебе близки? Давай математику. Математику хочешь, да? Да-да-да. Математика — это всегда хорошая тема, потому что в ней много вопросов есть на, так сказать, на такое, на быстрый счет. У тебя с математикой в школе хорошо было? Нормально, да. Нормально, да. Хорошо. Логарифмы 73 посчитаешь быстро? Ой, дядь, я уж такое плохо помню. Ну хорошо тогда. Тогда вопросы в туре будут все-таки чуть попроще. Так, для тех, кто спрашивает в чате, естественно, десятичный логарифм, ребят. Никакой это другой. Не надо там сейчас пересчитывать все возможные. Это лишнее будет. Хорошо, у тебя есть полторы минуты. Твоя категория — математика. Тебе нужно дать как можно больше правильных ответов. Ты готов? Да. Твое время начинается прямо сейчас. Сколько процентов здоровья восстанавливает большая аптечка в PUBG? 75. Нет, 100%. Сколько мест в баге? Два. Правильно. Сколько мест в самолете C-130? Это стартовый самолет. 100. Правильно. Сколько бесплатных легенд в Apex Legends? Пусть будет 6. 6 — это правильный ответ! CS GO вышла в 2012 году. Apex Legends в 2019. Насколько Apex младше CS GO? 7. Правильно. По лорду Lifeline 24 года, а Фьюзу 54 года. Сколько лет разницы между ними? 30. Правильно. Сколько единиц здоровья дает каждая пластина брони в Call of Duty Warzone? 50. Правильно. Сколько дуэтов могут поучаствовать в матче по Apex Legends? 30. Правильно. Сколько модулей имеет легендарное оружие в Call of Duty Warzone? 5. Правильно. Сколько обычно стоит противогаз на станции покупки в Call of Duty Warzone? 2 500. Нет, 3000 долларов. Какой цифрой заканчивается код бомбы в CS GO? Не знаю, 4. Нет, восьмеркой. Какая цифра есть в никнейме киберспортсмена Impulse? 9. Правильно. Сколько патронов в обоиме стандартной беретты в PUBG? P92. 15. 15. 15 — это правильный ответ. Сколько элементальных драконов может забрать одна команда в League of Legends? 2? Нет, 4. Что тяжелее? Коктейль Молотова или димовая граната М18? Молотов. Молотов — это правильный ответ. В каком сезоне Apex Legends была добавлена Rampart? В пятом. Нет, в шестом. Последний вопрос этого тура. Играть Titanfall весит 49 гигабайт. Из них 35 гигабайт занимают аудиофайлы. Сколько гигабайт остается? 14. 14. Это правильный ответ. Итого 12 очков зарабатывает рекрент в этом туре. У кого там стоят баллы канала, сейчас чат немножечко ликует. Кирилл, как тебе способность рекрента на скоростные ответы категории математики? Это была математика, да? Это была математика, Кирилл. 49 минус 35. Блин, ну про большую аптечку надо было отвечать. И про Rampart я уже такой 5. Unlucky, короче. Ну нормально. А я каким-то чудом недавно узнал, что 6. И я надеялся, что этот вопрос выпадет мне. А 6 что? Ну, 6 сезон. А, каким чудом ты узнал это? Я не знаю, где-то в Твиттере что ли прочитал. Ну что, Кирилл, повтори тебе темы, которые у нас есть. Да, давай. Смотри, мифология, история, секрет, картография и география. А секрет, это, соответственно, секрет. Не Team Secret, ты мне не расскажешь, верно? Team Secret могу рассказать. Смотри, там Пупей заиграет, вот эти вот ребята. Так, ну давай мифологию. Или же там такое, я ж не придумал, так что. Мифологию хочешь, да? Хорошо. А там жестко, ты просто говоришь. Нет, 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 нет. Абсолютно не проблема, Кирилл. Ты готов, да? Смотри, Ирикрен дал 12 правильных ответов, у него 18 очков, у тебя 6. Нужно тоже дать 12, а лучше больше, чтобы его обогнать, так сказать. Ты готов, да? Да. У тебя есть полторы минуты. Категория мифология. Твое время начинается прямо сейчас. Ласковое имя какого шотландского чудовища стало названием команды по Апекс из Швеции? Несси. Правильно. Какое чудовище можно вызвать на карте Каньон Кингс, собрав 10 игрушек? Несси. Правильно. Как называется раса насекомоподобных существ с коллективным разумом во вселенной Старкрафта? Зерги. Правильно. В Апекс Леджендс играет команда Морнинг Старс. Какого падшего ангела также принято называть этим эпитетом? Это реально мифология. Не знаю. Люцифер. На логотипе какой команды изображен демон похоти и разврата? Чё? Не знаю. Сукубы. Какой персонаж в Апекс носит прозвище голографический трюкач? Мираж. Правильно. Какая мифологическая птица чаще всего упоминается в названиях киберспортивных команд? Сирокактиль. Нет, Феникс. Дипокок. Какая прохвостка из Дота 2 недовольна наличием цепей Фенрира в игровом магазине? Кто? Прохвостка из Дота 2. Я не знаю. Это Худвинг. Частью вселенной какой игры является Апекс Леджендс? Титан Фолк. Правильно. Какой ночной эльф тренирует команду Девять Импульса? Иллидан. Правильно. Какой контракт на карте Варзон обозначен значком лупы? Какой-то важный очень искательный поисковой. Нет контракт мародера. На логотипе какой организации спартанец качет на лошади? Может быть какие-нибудь всадники Тьмы и Смерти? Нет, Team Empire. Последний вопрос. Как называется шапочка из коры оливкового дерева, которую носили жрецы божеств в Древнем Риме? Миш. Этот вдох был предупредительным, да, в самом начале? Кирилл. Я не знаю. Не знаешь? Она называлась Апекс. Серьезно? Шапочка из коры оливкового дерева, которую носили жрецы божеств в Древнем Риме, называлась Апекс. Отсюда и все это, так сказать, название произошло. Шесть правильных ответов, Кирилл. Это не так плохо. Это реально не так плохо, учитывая вопросы. Я теперь боюсь категорию выбирать. Ну, математика, она всегда. Знаешь, на самом деле, вот кажется, знаешь, Кирилл, что математика это супер фри тема, и там типа надо просто отнять, добавить и так далее. А потом у нас, знаешь, у нас было раз 10, наверное, на шоу, когда приходит человек, его спрашивают, 2019 год, а до этого был 2012, сколько лет разницы? Он такой, 5. Я такой, неправильно, там, в каком году началась пандемия? Он такой, 2016, ты такой, нет, 20. И они сидят просто в шоке, эти ребята, так что рекрент просто профессиональный математик по жизни. Рекрент, выбирай, пожалуйста, категорию. История, география, картография и секрет. Давай секрет. Секрет. Отлично. Ты выбрал категорию секрет. Это, кстати говоря, зачастую тоже выбор, скажем так, достаточно правильный. В категории секрет сегодня зашифрованы пасхалки. И посмотрим, насколько хорошо ты их знаешь. О, нет. Так, ты готов? У тебя есть полторы минуты? Да, поехали. Твоя категория пасхалки, ты отвечаешь первым. У тебя сейчас есть разрыв в 6 очков по сравнению с импульсом, и ты можешь его только увеличить. И твоя категория начинается прямо сейчас. Какая геймерская аббревиатура, чаще всего появляющаяся в чате в момент окончания матча, есть на глушителях в PUBG? Не знаю. GG. Какого игрока называют королем банана в Counter-Strike? Блять, а кого? Я не помню своими. Нет, это Фрайберг. Освежитель воздуха с каким ароматом висит в пикапе на Мирамаре? Банан? Банан, это правильно. Песня какой российской рок-группы цитирует Турбосвинв из Overwatch? Я не знаю. Ногу свело. Какую клавишу в шутку предлагают нажать авторы PUBG, чтобы посигналить на пикапе? Alt F4? Нет, F на номере машины написано F2Hong. Кому принадлежит фраза «плата о пломо», часто появляющаяся в PUBG? Без понятия. Пабло Эскобар. Алтари памяти каких домашних любимцев есть в Apex Legends? Не знаю. Собакам Шейди и Юки. В какой игре есть комната Габена? В Доте? Нет, в Half-Life. Какая легенда в Apex Legends ультует кодом из The Sims на деньги? Лобо. Нет, Fuse. Какому сериалу отсылает фраза «жнеца» из Overwatch? Я не психопат, я высокоактивный психопат. Шерлок. Шерлок. Что написано, прикрепленный к одиноко стоящему дорожному конусу бумажке на карте Мирамар? Не знаю. Я ненавижу школу. I Hate School отсылка к Эрангелю. Какой герой из старого платформера изображен на одном из кино в Апексе? Марио. Нет, Мегамен. На персонажа какого мультсериала похожи мусорные мешки из PUBG? Откуда знать меня? Это South Park. На какой карте в CSGO есть футбольный мяч? Дэдас 2. Дэдас 2 – это правильный ответ. И тема пасхалки принесла рекренту три правильных ответа. Как всего три? А вот так вот. А вот так вот. Кирилл, разница 9 очков. Надо отыгрываться прямо сейчас. Я собираюсь фармить сейчас. Фармить жестко собираешься, да? Да. У меня была мысль о том, что если ты выбираешь математику, то это типа поощряется. И там на самом деле просто. Но тема секрет все это удавило. Теперь у меня нет таких мыслей. Секрет должен был быть легким. Так. Картография у тебя осталась. География у тебя осталась. И история у нас... Вроде бы мы еще не играли историю, правильно? Да. Тогда давай историю. История. Хорошо, Кирилл. Ты выбрал категорию история. У тебя есть полторы минуты. Ты собираешься фармить эти баллы? Я в тебе в этом искренне желаю удачи, успехов и, так сказать, здоровья. Снова что-то не то выбрал, да? Ты, главное, не переживай, Кирилл. Тема не сложная. У тебя все обязательно получится. Давай, Кирилл. Двои полторы минуты начинаются прямо сейчас. Как называется роман японского писателя Касюно Таками, который стал прародителем жанра PUBG, Fortnite, Apex и других игр? Королевская битва. Верно. Модификация какого шутера является DayZ? Арма. Правильно. Как называется королевская битва Юпизофт, которая поддерживает интеграцию с Twitch? HyperScape. Правильно. В какой королевской битве показывали фильмы Нолана? Fortnite. Правильно. В рамках какой международной игровой выставки прошел первый турнир по PUBG? Не знаю. Это была выставка Gamescom. В какой команде по Apex Legends играет Артика? Gambit. Правильно. Под каким никнеймом известен геймдизайнер Брэндон Грин? PlayerUnknown's. Правильно. Какая команда в Dota 2 является двукратным чемпионом The International? OG. Правильно. На каком стадионе прошел PUBG Invitational 2018 года? Немецкий? В Берлине, может, это? Не знаю. Да, это Берседес Берсарена. Какая компания является издателем Call of Duty Warzone? Oxivision. Правильно. С каким пистолетом начинается матч в Call of Duty Warzone? С Глоком каким-то говняным. Глок говняный, это неправильный ответ. Правильный ответ. Икс 16. Сколько миллионов аккаунтов зарегистрировано в Apex Legends? Более 100 миллионов. Верно. Я всегда выгляжу красиво. Какая героиня появилась в Apex с таким лозунгом? Лоба. Правильно. С какой командой Паша Бицеп становился чемпионом мейджора по CSGO? Виртуз Прона. Правильно. Карта какой игры однажды ушла под воду? Фортнайт? Правильно. В какой команде по PUBG играет Фазфейс? Кто? Фазфейс. Не знаю дальше. Это фейсплан и это был последний твой ответ, Кирилл. Ебать и иди. Это что за вопрос? Ты что, сука? Кирюша. Кирюха, это 13 правильных ответов. Если быть честным, до конца, может даже 14, потому что x16 это глоб. Просто у них нет лицензии на использование названия, но это глоб по факту. Слушай, но если бы он просто сказал глоб, мы могли бы подискутировать, но глоб говняный, это все-таки уже немножко, знаешь, это уже авторское. То есть там должно было быть написано прямо в игре, чтобы мы в это, скажем так, поверили. Господа, господа, осталось две темы. Вы их оставляли напоследок, я так понимаю, специально. Темы это картография и география. Ну, давай география. География. Спасибо, Дим. Еб. Оставил Кириллу картографию. И смотрите, ребят, чтобы дополнительно сабочки чата, у нас сейчас есть активность будет, я вас буду спрашивать, кто победит, какая команда и дисциплину в конце вот раунда. Вам нужно не думая, абсолютно просто вот ответить первое, что вам придет в голову, без анализа, без ничего, просто вот только название сказать. Рекрент, это будет в конце раунда, тебе нужно сейчас просто отвечать на вопросы. У тебя есть полторы минуты, ты выбрал категорию география, ты готов? Да. Я тебе желаю всяческих успехов, уверен, что ты дашь много классных правильных ответов. И твоя категория география начинается прямо сейчас. Сборная какой страны стала чемпионом PUBG Nations Cup 2019? Корея? Северная? Нет, Россия. Ой, Южная. В какой стране прошел первый турнир по PUBG, организованный PUBG Corporation? Германия? Да, правильно. Под флагом какой страны выступает команда Totem Esports по Apex Legends? Не знаю, без понятия. Италия. Рядом с какой страной по замыслу автора располагается остров Эрангель? Россия? Правильно. Какая команда из Финляндии участвовала в PUBG Global Invitational 2021? Энс. Энс, это правильно. В каком городе Польши прошел Apex Legends Preseason Invitational? Краков? Правильно. В какой стране прошел The International 2019? Без понятия. Это был Китай. Уроженцем какой страны является импульс? Беларусь. А какой страны уроженцем является рекренд? Россия. Идеальный ответ. Какой регион в League of Legends представляет организация Gambit Esports? СНГ? Правильно. Как называется космический сектор, в котором происходит событие Apex Legends? Не знаю. Это называется Frontier. Игроки из каких стран на текущий момент числятся в составе Third Impact по Apex Legends? Три. Правильно. Игроков из какой страны больше всего на FACEIT? Россия. Нет, Дания. Игроки из какой страны чаще других играли на мейджорах по CSGO? Шведы. Шведы. Это правильно. Куда попадают убитые игроки в Call of Duty Warzone? Кулак. Правильно. Из какой страны игрок Team Liquid в PUBG и Ибица? Последний вопрос. Нидерланды. Нидерланды. Это правильный ответ. И просто ответ, не надо думать, кто победит в CSGO, Spirit или G2? G2. G2. Запомнили. Это 11 правильных ответов, рекрент. И у тебя становится 32 очка. Это замечательный результат. Но тоже вопросы, мне кажется, были не самые жестко сложные. Тут было немало вопросов по Apex. У Кирюхи, наверное, бы даже проще было эту тему взять. Я в рандоме про Third Impact вообще просто наугад сказал. А какой вопрос был про Third Impact? Игроки из каких стран играют в этой команде. Кирилл, картография, получается, у нас остается? Да, получается, да. Я даже не знаю, что там будет, если честно. Вот сейчас и узнаем с тобой вместе. Ты сейчас начнешь бумажки на веб-камеру показывать. Это где? Это где? Вот так будет. Я буду показывать, спрашивать, это туз пик? И ты такой, это туз пик. Я говорю, это правильная карта. Все, отлично. Картография, Кирилл. В общем, твои полтора минуты начинаются прямо сейчас. Выбора у тебя уже нет. Чтобы догнать рекрента, смотри, чтобы ты понимал, тебе нужно дать ответы на 8 или больше правильных ответов. Ты тогда его обгонишь. Чтобы догнать 7. Чтобы догнать 7, но я хотел тебя подмотивировать на всякий пожарный, лишний один оставить. Полтора минуты, время пошло. Начинается оно прямо сейчас. Сколько мостов ведет на остров к базе Сосновка на Эрангеле? Два. Правильно. Какая страна стала прототипом для создания карты Викенди? Техас, Америка. Нет, Словения. Как называется основная турнирная карта в League of Legends? Не знаю. Ущелье призывателей. Какое имя носит главный монстр на карте Дота 2? Рошан. Правильно. Какой размер карты Эрангель в квадратных километрах? Два квадратных километра. Нет, 64. В какую логическую игру можно сыграть на карте Инферно в CSGO? Два квадратных километра. Крестники-нолики. Как называется арена Apex Legends, построенная на планете с высокой вулканической активностью? Че? Как называется арена Apex Legends, построенная на планете... Называется она World's End. В какой вымышленном государстве располагается город Верданск из Call of Duty? Россия? Нет, Кастовия. Аллюзией на какую народную республику по замыслу авторов является Кастовия? Россия. Нет, Донецкая народная республика. Какой город на Мирамаре и Эрангеле самый большой? Паченке. Нет, Лос-Леонес. Как называется остров у берегов Северной Африки из PUBG? Че? Россия? На какой карте в CSGO есть позиция Титаник? Я назвал ее уже. Я не знаю. ДАС-2. На какой планете базируется карта Apex Legends под названием Canyon Kings? Я не знаю. Разумеется. Это Солос. Где в Фортнайте можно найти гномов? Где? Где? Перед компом болезнь. Куда я попал вообще? Ладно, Кирилл. Давай, бонусный последний вопрос. Каким цветом отображается критическое попадание по врагу в Apex Legends? Красным. Нет, желтым. Подожди, в голову? И последний вопрос для тебя, Кирилл. Кто победит матч в фейс Virtus.pro по CSGO? Virtus.pro. Virtus.pro. Хорошо. Кирилл, это два правильных ответа. Смотри, Кирилл. Самое главное, что ты поаккуратнее в ближайшее время. Потому что на вопрос аллюзии на какую народную республику является Кастовия. И ты такой, Россия. Если я правильно знаю, мне кажется, Россия не особо народная республика. Но ничего страшного. А, ты сказал народная республика. Я не слушал просто. Я вопросы сам себе задавал в голове. А, да? Почему они все вели тебя в Россию? Как-то странно. Ладно, господа. Счет 32 на 27. Перед третьим туром. Но в третьем туре можно камбэкнуть, так сказать. И механики для этого есть такие. В третьем туре у нас вопросы. Им есть трех уровней сложности. Легкие, средние и сложные. Ответ на легкий вопрос приносит вам 3 очка. Ответ на средний вопрос 4 очка. Ответ на сложный вопрос приносит вам 5 очков. Но при этом, если вы даете неправильный ответ на свой вопрос, ваш вопрос переходит сопернику. И соперник может дать на него правильный ответ и заработать 2 очка, независимо от сложности вопроса. То есть можно за один круг вопросов отыгрывать хоть по 7 очков потенциально. Но это сделать сложно, потому что есть вопросы сложные. Вот. Рекрент, ты у нас будешь, скорее всего, ходить вторым. Кирилл, ты какую позицию берешь? У тебя меньше очков, ты можешь выбрать. Ты первым ходишь или вторым? Я забыл условие. Что надо сделать? Тебе нужно выбрать. Ты первым отвечаешь на вопросы. Или вторым в третьем туре? А само там, что в третьем туре будет, я забыл, извиняюсь. Смотри, Кирилл, это вопросы трех разных уровней сложности. Легких, средних и сложных. Легкие, 3 очка. Средние, 4 очка. Сложные, соответственно, сколько? Легкие, 3, 4, 5, соответственно. Да, верно. Сложные, Россия. Но если ты отвечаешь неправильно, то я отдаю твой вопрос рекренту, и если рекрент на него отвечает правильно, независимо от сложности, он зарабатывает 2 очка. Таким образом, ты можешь камбэкнуть, рекрент может оторваться от тебя и так далее. Ну и, соответственно, ты можешь решить, первым ты ходишь или вторым, стратегически это более выгодная позиция, скажем так. Ну, давай первым. Первым, да, будешь ходить. Хорошо, выбирай уровень сложности, вопросов. Давай среднее. Со средних начнешь. Надо понять, что будет в итоге в легких и что в тяжелых, если я возьму среднее. Хорошо. Средняя сложность. Ну, давай начнем с такого вопроса для тебя. У тебя будет 30 секунд на то, чтобы подумать, ответить на этот вопрос. Если неправильно ответишь, то вопрос придет рекренту. Вопрос звучит следующим образом. Какую карту создатель PUBG Брэндон Грин назвал в честь своей дочери? А можно погуглить название карты? Нет. Тогда можно, я сразу отвечу? Давай. А, а Викенди это не PUBG, да? Это вообще существует такое? Ну, Викенди пусть будет. Ты думаешь, его дочь звали Викенди и он в честь нее назвал карту? Ну, наверное, да, пусть будет так. Викенди это неправильный ответ. Это из PUBG, да? Ой, из этого, из Call of Duty. Мне кажется, это из PUBG все-таки. Нет, это из PUBG, но... Рекрент, вопрос уходит тебе, у тебя есть возможность заработать два очка. Да, Эрангель. Эрангель. Это? Правильный ответ. Это же мужское имя. Ну, это как посмотреть, Кирилл. Если назвать им девушку, то получается уже женская. Эрангель. Это типа Анжела, видишь, а Ангел, Анжелка. Эрангель какая-то, блин. Эрангель это правильный ответ. Счет становится 34 на 27. Рекрент, выбирай сложность вопроса. Давай средний опять. Опять средний, да? Хорошо. Тогда давай вот такой вопрос для тебя. Звучит он следующим образом. Кто... О, да, вот. С какой команды в PUBG начал профессиональную карьеру, Дрейнис? Авангар? Это финальный ответ твой. Да. Ответ Авангар. Я принимаю, это абсолютно правильный ответ. 4 очка, Рекрента. Кирилл. Слушаю. Положение нестабильное, ситуация шаткая. Но на этот вопрос ответ я знал про Авангар. Вот так. Чтоб не думали, что я дурак. Кирилл, абсолютно не было. Ни у кого, мне кажется, и мыслей не было так подумать. Выбирай сложность, получается. Давай тяжелая. Тяжелая, да? Там Апекс сейчас будет, да. Хорошо. Давай тогда вот такой тебе вопрос. Там, кстати, будет опять вопрос про PUBG, твоя любимая. Но... Опять про PUBG, класс. Какая фраза? ИС, PlayerUnknown's Battlegrounds, является отсылкой ко временам Великой Депрессии в США и игре в Крэпс. Потому что нас ебут, мы крепчаем. Там на стенах всякое написано. Ну, пусть будет Winner Winner Chicken Dinner. Это единственная фраза, которую я там знаю. Если честно, пусть будет так. И Winner Winner Chicken Dinner — это абсолютно правильный ответ. Кирилл, конечно же, это та самая фраза. Раз, Кирилл. Рокнула. Это единственное, что я знаю там. Слушай, ну, надо заметить, что твоя версия была, мне кажется, более рабочей. Именно если отсылать ко временам Великой Депрессии. Но они, видишь, решили не локализовать эту фразу таким образом. Знаешь, ты выигрываешь игру в PUBG, тебе вот такая фраза всплывает там, да? Про то, что вы крепчаете. Счет 38 на 32. Кирилл ответил абсолютно правильно. Баллы половины чата там хотя бы более-менее в порядке. Рекрент, ты ходишь вторым, у тебя есть отрыв, ты можешь сейчас правильно ответить. Еще сильнее оторваться от Кирилла. Выбирай сложность. Ну, я за средние вопросы, если они у тебя не кончились еще. Они у меня не кончились абсолютно. Давай продолжим с средние вопросы. Твой средний вопрос звучит следующим образом. Какая команда? Блин, у нас по PUBG в сложном. Ребята, в средних сложных будет много. По PUBG вы все-таки не PUBG-еры оба. В легких там Apex будет, Call of Duty. Мы оба не PUBG-еры, да? Оба не PUBG-еры, я три года в PUBG играл профессионально. Не, ну я имею в виду, вы же не прям PUBG-еры-пабгеры сейчас, мало ли. Какая команда выиграла второй чемпионат мира по PUBG? Давай тогда, Рекрент, раз ты... Второй чемпионат мира. Да, второй чемпионат мира по PUBG. А первое это вот где как раз Gen.G, Gold были и OMG, да? Да. Так, ну... Gen.G, Gold опять выиграли, по-моему. Твой ответ, получается. А, подожди. Там были одни Gen.G. Там было правило, что не может быть две команды от одной организации. И поэтому один состав поехал. Да, просто Gen.G. Ты прям, знаешь, ты избавил меня от моральных сомнений. Я думал, вот засчитывать ли Gen.G Gold. А ты в этом исправился просто в Gen.G Sports. И Gen.G Sports — это абсолютно правильный ответ. Еще четыре очка. Кирилл, ну надо дальше продолжать, мне кажется, по-сложным нам идти, как ты думаешь, нет? Да, надо. По-сложным, да? На пять очков. А сколько еще вопросов примерно? Смотри, ты начинаешь... Мне нужно сориентироваться. Ты сейчас отвечаешь на третий вопрос, правильно? Всего будет их пять. Вот, поэтому тебе нужно как-то где-то сейчас отыгрываться и рассчитывать на то, что где-то может три клиента ошибется еще, и тогда прям вообще легко. Давай сложный. Сложный, да? Смотри, важный момент. Я подумаю хорошо, я приму только дословный, прям безошибочный, правильный ответ на этот вопрос. То есть, если ты где-то оговоришься, неправильно выберешь там какое-то слово, как расшифровывается аббревиатура ЧМК, название команды по Apex Legends? Челябинский металлургический комбинат. Челябинский металлургический комбинат. Это твой финальный ответ, правильно я понимаю? Да, ну каждый там комбинат, наверное, не зовут же. Челябинский металлургический комбинат — это абсолютно правильный ответ. И 37 очков у Кирилла становится таким образом. Кстати, Эрик Лент, ты знал ответ на этот вопрос? Нет. Не слышал про эту знаменитую? А кто там играет? Ну это была команда Vruba, когда они выигрывали как раз европейский... Ну она и сейчас, она и сейчас. Они еще, да, они же были... Я не помню, чтобы выигрывали, но они сейчас... Они топ-2, по-моему, брали тогда в ЧМК что-то такое. Наверное, да. Но они сейчас ими выигрываются, кстати. Да, да. Реклент, выбирай сложность, пожалуйста. Хочешь дальше по среднему, может быть, легкие, может быть, сильные? Да, давай средние. Давай средние. Хорошо, хорошо. Тогда вопрос для тебя такой... Блин, ой, это не та сложность. Кто заменил шейпа? Ничего страшного. Кирилл, ты, главное, не смотри, этот вопрос все равно тебе не достанется никак. Подожди, а можно я это, ты такой говоришь, ну вопросы по PUBG, но ты же сейчас не играешь, и ты поэтому засунул вопросы из PUBG, когда реклент играл. Слушай, у тебя там это, стрим, по-моему, упал немножко. А, да? Чёрт. Да, да. А, Twitch, походу, упал. Чёрный экран. Ну, сейчас, подожди. Да, походу Twitch упал. Но у меня, кстати, работает. У меня тоже Twitch работает, а мой стрим у меня... А, Стэнни упал. Не, ни у кого не работает, я сейчас кликаю по каналам. Не, вот я одного вижу, одного работает. У меня тоже стрим заработал. Всё, ребят, заработал стрим, всё нормально. Да, это так, это... От Кирюхиных ответов Twitch немножко подупал, а потом, так сказать, когда Кирюха стал опять отвечать, встал обратно. Средний вопрос, реклент, для тебя. Кто заменил шейд 1 в Na'Vi на PUBG Global Invitational в 2018 году? Ну, там Ламар поехал. Ну, а Илэйм, Ламыч. Потому что шейда 18 не было, а там правило было 18+. Ламар, да, ты сказал твой ответ? Ну, а Илэйм, да. Ну, Ламар, это действительно правильный ответ. А Илэйм, действительно, это 4 очка ещё для реклента. Как же он берёт... А чё-то у меня и этот сайт начал лагать, ребят. Сейчас. Интернет закрывают. Я вас чё-то чёрными вебками вижу. Вы меня видите? А я себя только вижу в нём, да. Да, я себя только вижу. На реке Connection Interrupted. Это, видимо, это, видимо, это, амазоновские опять сервера, видимо, попадали и начинают все эти сервисы немножко подлагивать. Ну, я проверил сейчас вроде. Твич уже работает, сейчас надо ещё попробовать обновиться здесь. А в Дискорде вы меня слышите, да, нормально? Ага. А друг друга вы видите в... Нет. Нет. Connection Interrupted. Так. Можем тогда попробовать в Дискорд переползти, если вы не против? Конечно, можно. Тогда надо нам просто вербай закрыть. Сейчас мы... Вот тогда в Дискорде просто вебки подрубаем. Так, а в Дискорде для меня будет проблемно, потому что у меня камера во втором компьютере. А не в этом, не в основном. А, так. Я могу с Дискорда, с того компа просто зайти. Ну, давай так, если тебе не сильно сложно будет, мы как раз пока... Ну, сейчас попробуем. Я как раз успею вебки перезахватить, потому что у нас тут сервера и сервисы, в принципе, начинают что-то лагать. Ребят, сейчас мы всё поднимем обратно, не переживайте, пожалуйста. Так. А ты будешь звонить или... О, или что, уже включил вебку, ничего себе. Только я включил, представишь, я включил не ту вебку. Так. Я тебя вижу, Кирилл. Там я лучше выглядел. Да. Сяду так. А у меня почему-то... Снова не та вебка. А у меня просто теперь не цепляет Дискорд эту вебку, я так понимаю. Сейчас разберёмся. Такое иногда бывает. Ну, или можно попробовать ещё раз в эту штуку постучаться. Да я просто штучался там. Ну, давай, Кирилл, попробуй ты постучаться сейчас. Мы попробуем восстановиться. Так, так, так. Только надо, чтобы ты сначала это тогда вышел здесь в Дискорде вебкой. Чё ещё? Чё, Чатик, сори, что так получается, но видите, всё лагает у нас всех. Что-то сегодня интересное происходит. О, у меня заработало, кстати, но тебя я там не вижу, твою вебку. У меня заработало. Так, оно и так и работало, Кирилл. То есть мы же себя видели, мы друг друга не видели в этом и проблема. Ладно. Залети ещё раз, проверю. У меня Дискорда даже нет на втором компьютере. Сейчас я в браузере зайду, подожду. О, заработало. О, заработало, заходи, заходи, заходи. Всё, супер, заработало, реально. Вереби. Вереби. Живи, пожалуйста. Так. Теперь мне надо перезахватить это добро нормально. Я постучался к вам. Ага, мы тебя пускаем. Благодарю. Всё. О, и всё, мы здесь снова с вами собрались. Вот только я импульс теперь. Я всё равно, я тоже импульс. Всё, ребят, все теперь на своих местах. Никаких рокировочек, баллы канала всё ещё горят у тех, кто поставил не туда. А рекрент ответил абсолютно верно. Это был третий ответ. Кирилл, осталось по два вопроса вам, так сказать. По два каждому? По два каждому, да. Поэтому, наверное... Но ещё есть шанс. Ещё шанс, конечно же, есть. Это будет жёсткий клатч, но для этого мне нужна твоя помощь, Дим. Хорошо. Кирилл. Выбирай сложность. Сложная сложность. Да, сложная выбирает. Хорошо. Тогда твой сложный вопрос звучит следующим образом. Так. Сколько фрагов сделал рекрент в июле 2020 года, побив мировой рекорд Call of Duty Warzone в режиме для Трио? Он сначала, если я правильно помню, кстати говоря, сделал рекорд в дуо, да, в июне где-то там. В соло. В соло, да? Ага. Ну, там, в принципе, да, другой был немножко режим. Там столько фрагов, я так понимаю. Там, наверное, что-то от 50 до 70, да, рекрентки вниз. Смотри, давай я тебе дам возможность, если ты в плюс-минус 3 попадёшь, фрага, то... Плюс-минус 3, хорошо. Плюс-минус 3, да. Ну, тогда пусть будет ровно 60. Ровно... Красавчик. 60? Серьёзно? Попал почти. Ну, ты почти попал, Кирилл, правильный ответ. Ну, плюс-минус 3. 58 фрагов, и это правильный ответ. А сколько у тебя с тех пор был рекорд после этого рекорда, рекрент, вообще? До сих пор 58. Не, ну, имей в виду, сколько самое большое, что ты близко к этому подбирался, сколько было? Ну, блин, недавно вот 45 сделал, на днях. Я так понимаю, что 58 это, ну, не очень мало, да, в целом, глобальных фрагов в арзоне даже. Ну, там, больше всего 60, мне кажется, делали, не больше. Просто 68 детей заплакало, представь. Много это или мало. Школьников, школьников, не детей. Да, да. Вот в Апексе, мне кажется, в принципе, 58 сделать достаточно сложно, то есть там надо убить 57 и себя, типа, и тогда ты сделаешь, как бы, 58 фрагов, если я правильно понимаю. Не, ну, вообще у нас там что-то рекорды уровня 47-48. Ну, то есть убил почти... А сколько это процент от общего 58? Это, типа, процентов 60, да, 70 где-то? Ну, там 150 человек на карте плюс ГУЛАГе. Так что, я не знаю, сколько. Ну, да, типа, чуть больше третья тогда получается. Ну, в Апексе тогда получается побольше, процентаж именно побольше в Апексе. Но у нас обузят, у нас, я помню, убивали и давали резнуть, вот так вот. А, да, была же такая тема, которую еще на турнирах потом запрещали, да, вроде бы даже, да, что нельзя... Ну, не на всех, проще было запретить-запрещать. Проще. Рекрент, выбирай сложность, все еще можешь идти по средним, можешь в сложные, можешь в легкие. Не, ну, я могу интригу, но я подставлю ребят, которые поставили на меня баллы, поэтому давай средние. Ну, давай средние тогда. Да, твой вопрос из разряда средних. Так. Нужен Апекс. Апекс нужен, Кирилл? Нужен Апекс. Ну, блин, тогда хорошо, не вопрос. Давай тогда, давай, вот если Кирилл попросил по Апексу... Нет, 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 ты сейчас что-то легкое подсунуешь. Ну, ты, кажется, Кирилл. Не надо тогда. Кирилл, не надо, как говорится, так, не надо. Так, а где у нас делись вопросы? Сейчас, секундочку. Этот был, вот этот. Кто сейчас является капитаном команды Virtus.pro по PUBG? Такой вопрос. А, да, блин. Батулин, Саня? Твой ответ Батулин, Саня, да? Батулин, Саня, это абсолютно правильный ответ. Конечно, так и есть. Так, и это 4 очка все еще для рекрента. Как же он фармит эти средние вопросы? Так они все про PUBG. Справедливо. Кирилл, ну ты, может, в сложные пойдешь. На это тоже я знал. Может, в сложные пойдешь, там тоже про Апекс какие-то вопросы найдутся. Сложные, думаю, что это мне? Не знаю. Давай сходим в сложные, посмотрим, что там. Это у нас пятый вопрос, последний получается. Да, последний. А будет еще один отвечать на один? Да. Все, есть еще шансы? Нет. А, нет уже шансов. Кирилл, ну надо все равно постараться. Надо все равно постараться. Вопрос звучит следующим образом. У какой команды на данный момент в мире больше всего очков Apex Legends Global Series? Во всем мире? У кого? Ну ебанешься. Ну у какой-нибудь команды из Индии, наверное. Может, из Турции. Из Японии, мне кажется. Из Японии? Не, в Японии нормальный регион. Есть просто регионы, в которых играет в целом по команд 10. И у них там миллион очков. Ну это, наверное, какие-нибудь риги пусть будут. Не знаю, Reignite. Хотя я на самом деле вообще максимально не уверен. Но хочу закончить на цифре 47, чтобы у меня была. Мне кажется, она будет символизировать меня на этой игре. Давай, это будет Reignite. Я надеюсь, я победил. Reignite это не... Слушай, а можно... А, нельзя уже, да? Это неправильный ответ. Ну давай, если ты хочешь прям вот... Ну это Miss, наверное. Не, и не Reignite, и не Miss. Это неправильный ответ. Рекрент, есть у тебя возможность ответить на этот вопрос? Не, я без понятия. А вот, Кирилл, ты говорил там про регионы, про то, что конкуренции мало. В Корее нормальная конкуренция, как ты думаешь? Корея... Ну это и Япония там более-менее норм. Более-менее норм. И вот команда Искателя Ком-Т1 или Т1 просто. На первом месте, да, состав Корон-Пе, Обли и Парк. У них первое место 44 235 очков. И это больше всего очков. Ну это жестко, да? Дальше идут Tom Yam Kung и Reignite South, как раз вот эти две команды. Но на первом месте именно корейцы из Т1. Tom Yam Kung. Рекрент, твой последний. Это, кстати, я ничего себе, блин. Ты можешь выбрать легкий, сложный, средний. Какой хочешь, какой тебе комфортнее. Уже счет 50 на 42. Ну давай сложный попробуем. Давай попробуем сложный. Давай подумаем, какой бы тебе... Вот такой, допустим. Так. Сложный вопрос. Каустик, Мираж, Октейн, Ватсон. Кто из этих легенд самый молодой? Ну я думаю... Самый младший. Ватсон. Может быть, Октейн. Может, это с подвохом вопрос. Ну я скажу Ватсон. Ты скажешь Ватсон? Да. Кирилл, а ты как думаешь? Я тоже бы подумал Ватсон, но тоже думаю, что есть какая-то подковырка. Может быть, Октейн юный наркоман какой-то. А вдруг Каустик вообще юнец? Не-не-не, Каустик это пожилой ученый. Ну и либо Октейн, либо Ватсон, но скорее всего Ватсон. Пожилая скумбрия. Ватсон, это абсолютно правильный ответ. Ватсон, 22 года. А, например, Октейну 24, Миражу 30, а Каустику 48, он действительно поживший уже свое ученый, у которого еще много чего впереди. 55 очков. Итоговый результат Рекрента. Рекрент это один из самых больших результатов, который был. Ну как обычно, как обычно. Один из самых больших успехов. Если бы я еще повесил вывеску Twitch Rivals, тут бы вообще было бы сейчас 120 очков у Рекрента. Конечно же. Поздравляю, Рекрент, тебя с первым местом. Кирилл, поздравляю тебя со вторым местом. Это почетное крутое место также. Как вам, ребята, вопросы? Спасибо, спасибо. Как вам вообще ощущения в процессе игры интеллектуальной? Мои познания про PUBG увеличились примерно на процентов 90. Немножечко увеличились про Call of Duty. Я понял, что не до конца шарю в Apex. Но, в принципе, было очень весело. Мне понравилось. Вопросы крутые. Я в молодости вспомнил свою PUBG. Очень классно ответил про то, что Корея выиграла на чемпионате мира, на котором я, собственно, сам был. Там, где Россия выиграла. На Nation Wars, на том, да? Это был чемпионат мира тогда командный? Это был чемпионат мира, который проходил в Южной Корее. И меня туда позвали в качестве этого медиалица. Вот. И я там был и смотрел все это, как наши камбэчили. Как они на последний день жестко камбэкнули, выиграли. Там вообще нереальный отрыв был от Кореи. Они там затащили несколько игр. И все равно забыл, неправильно ответил. Ну, вообще-то, у меня преимущество было из-за того, что по PUBG много вопросов было. Но Кирюха тоже молодец. Так по Апексу тоже вопросов было немало. Там просто надо, ну, оказывается, в Апексе еще и лор есть. Оказывается. А там еще, например, в логотипе какой команды изображен демон похоти и разврата, а там Россия. А Россия неправильный ответ на этот вопрос. И вот. Странно. Я не помню просто. Ну, Сукубов же нет уже вроде давно. Поэтому я что-то и забыл. Но должен был знать, у меня есть фотография с полным составом Сукубов, самым первым. Да? Мы фотографировались, да, и на память друг другу давали. А эта фотография хотя бы немножко развратная, Кирилл? Я могу найти ее развратный вариант, где я сфоткался. Там видно мои голые ноги в душе, как я сижу. И у меня эта фотка в руках. Я ее в Twitter выкладывал скидывал им. Ну, я думаю, ребят, на этом нам всем срочно необходимо завершить шоу и подумать, и попросить Кирилла поделиться этими фотографиями. Ребят, спасибо большое, что пришли. Было очень здорово. У нас еще будет плей-офф, рекрент. Если ты будешь готов сыграть, то у нас там будет плей-офф со всеми победителями и участниками. А там у нас и, значит, и Хвост есть, и Петрик есть, и Вилат есть, и Каспер есть. Там много кто есть. Так что, если вдруг тебе будет интересно, то еще заглянешь. Спасибо большое, ребят, что были сегодня. Было очень здорово с вами поиграть. Поздравляю вас, рекрент, с победительством. Импульса поздравляю со вторым местом. До новых встреч, господа. Спасибо, что позвал. Спасибо. По плей-оффу спишемся еще. Да. Пока-пока. Все, давайте, ребят, пока. Пока, чатик. Пока. Чатик. Чатик рад. Чатик рад, кто поставил. Кто поставил на рекрента, ребят? Кто поставил на рекрента, ребят? Кто поставил на рекрента, ребят?